МТРК Кем занимаются созданные в Акимате ситуационные центры, куда можно обратиться, если вам отказывают в медицинской помощи, или если в аптеке нет лекарств, или они дороже, чем обычно. А еще о том, как будут учиться дети, что происходит с ценами и тарифами, и кому положены пособия от государства на период карантинного июля. Это обозрение на МТРК, меня зовут Ульяна Ашимова, начнем. На этой неделе министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что ситуация стабилизировалась. После резкого роста случаев заболеваемости коронавирусом, после вспышки числа пневмонии, после двух недель карантина, уже второго по счету, Глава Минздрава доложил премьер-министру в конце недели о том, что ежесуточный прирост заражения снизился с 4 до 2,1%, что на 63% увеличилось количество выздоровевших, на 31% сократилось количество вызовов скорой помощи, снижена занятость реанимационных коек на 12%, а в стационарах занятость теперь не 81%, а 56%. Вот на самом деле, как удобно, когда есть статистика, ну а как иначе отследить эффективны ли те или иные меры. Так что еще в прошлую пятницу Минздрав в ответ на заявление президента о том, что все данные, какими бы они печальными ни были, должны быть достоянием общества, пояснил, что в общую коронавирусную статистику будут включены и случаи пневмонии тоже. Но те цифры, которые публикуют Министерство здравоохранения сейчас, пока без пневмонии, только лабораторно подтвержденный COVID-19. Пневмонии появятся в этой статистике только 1 августа. Как раз будет подходить к концу четвертая неделя карантина. И в Минздраве, наверное, очень рассчитывают, что таким образом удастся и поручение президента выполнить, и не слишком шокировать и граждан, и мировое сообщество реальной картины заболеваемости в стране. И еще один важный вывод. Карантин – это действенная мера. Без него мы точно не имели бы сейчас этой стабилизации. Мы не могли оценить это в полной мере весной, сравнивать-то был не с чем, а вот сейчас совсем другое дело. Казахстан проживает самый жесткий из трех предложенных Минздравом вариантов, четырехнедельный локдаун, завершается третья неделя карантина, а еще завершается двухнедельный срок, который дал президент правительству на улучшение обстановки. Спустя ровно две недели после того расширенного заседания, когда Касамжумар Тукаев усомнился в эффективности этого состава правительства, глава Кабмина докладывал президенту о том, что удалось им сделать за эти две недели. Ситуация стабилизирована, формируются необходимые запасы лекарств в стабфондах регионов, больницы обеспечиваются аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами. Официальный сайт Аккорды сообщает, что президент Казахстана поручил премьер-министру обеспечить регионы, особенно сельские населенные пункты, лекарственными средствами и медицинскими изделиями. А это, к сожалению, по-прежнему проблема. Судя по тому, что на этой неделе сбор средств на лекарства в интернете объявила центральная больница Жамбылского района. Правда, на следующий день на той же странице в социальных сетях появилось сообщение, что этот посыл неверно интерпретировали. И на данный момент в Жамбылской ЦРБ всего достаточно. Впрочем, лечебные учреждения, в том числе и в Петропавловске, от разного рода помощи не отказываются. И самое главное, что люди с большой охотой и искренним стремлением эту помощь оказывают. Наверное, никто не мог подумать, что в объявленный в Казахстане год волонтера настолько ярко проявит, сколько людей в нашей стране действительно готовы помогать бескорыстно. Люди собирают деньги, привозят в больницы препараты, медоборудование, средства индивидуальной защиты, мебель во вновь развернутые госпитали, даже воду и горячие обеды для медиков. Общественные организации, предприниматели, да самые обычные люди, всех инициатив и не перечислишь. На видео врач областного центра в тизиопульмонологии Мирамжан Кашкенов. Коронавирус агрессивно атаковал его организм, случай был непростой. И североказахстанские врачи боролись за жизнь коллеги и победили. И вот в день выписки коллега подарил кондиционер инфекционному госпиталю 1-й городской больницы. В палату реанимация, потому что там действительно неимоверно жарко работают аппараты. Помогая соционарам и меценатам, генеральный директор ТО Нагайбай Алтенбек Сапаров передал 2,5 миллиона тенге областной многопрофильной больнице. Эти деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты и примирование медиков, работающих с заболевшими. 2,4,6,8,10,12. Два лида 24. 26,28,30,30,24,35 упаковок. Необходимость острая, потому что пациентов количество большое, и оно увеличивается каждый день. И мы не можем делать прогнозы, сколько у нас будет. Поэтому нам нужны эти препараты сейчас. И я уверена, что они понадобятся нам и в ближайшее время, для того, чтобы спасать жизни пациентов, которые поступают к нам. Эти препараты стоимостью приблизительно в миллион тенге уже в арсенале медиков, в областной больнице. Поддержать коллег и пациентов таким образом решил офтальмологический центр «Есильдиагностик». Практика показывает, что сейчас основное лечение тяжелых больных Российской Федерации проходит этим препаратом. Сейчас идет острая необходимость лекарственных препаратов. Мы изучили, посмотрели, ну и решили не оставаться в стороне, а помочь пациентам, потому что пациенты – это те же наши родители, наши близкие, наши знакомые. Я думаю, если все хоть какое-то мерное участие будут принимать, не будут оставаться в стороне, тогда мы намного быстрее победим эту войну. А в понедельник в Палате предпринимателей разбирали ценный гуманитарный груз с кислородными концентраторами из столицы. На данный момент у нас планируется, что у нас где-то будет около 10-12 кислородных концентраторов, плюс 14-15 точек у нас кислородных таких. Особенность кислородных концентраторов не требует подачи баллонов. Баллоны очень тяжелые, поднимают на этажи. Кстати, по итогам заседания Республиканского оперативного штаба, где подводили промежуточные итоги антикоронавирусной деятельности, Акимату Североказахстанской области было поручено, вот дальше цитата, «принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда». По данным на 21 июня в регионе значилось 480 мест в инфекционных стационарах и 1620 мест в провизорных. Уже к тому времени были введены дополнительные 10 инфекционных коек в Балихановском районе. Сейчас у нас есть провизорные стационары в каждом районе. В областном перинатальном центре создан карантинный стационар на 25 коек и провизорный, рассчитанный на 20 человек. И вот в пятницу утром пресс-служба областного управления здравоохранения сообщила, что еще 100 инфекционных коек развернуты в областной многопрофильной больнице. Логично предположить, что все больше медицинских работников увлекается в борьбу с коронавирусной инфекцией. Все они должны получать надбавки к зарплате в зависимости от степени риска заражения. Эти выплаты идут из фонда обязательного медицинского страхования. И, как заявили в областном филиале фонда, с начала эпидемии в Казахстане медикам уже перечислено более полумиллиарда тенге. Однако на прошлой неделе в социальных сетях появились жалобы медработников на то, что выплаты задерживают. Главный врач многопрофильной больницы Юрий Белонок тогда написал в комментариях к одному из таких обсуждений, что средства за июнь из фонда не были перечислены ни одному из лечебных учреждений области. Сразу скажу, что в конце прошлой недели медиков рассчитали, а на этой в своем эфире в инстаграм зам Акима области Ганина Гметов объяснил это тем, что задержка произошла по абсолютно технической причине, не были вовремя рассмотрены и подписаны протоколы. В чем заключается эта процедура и как рассчитывают суммы надбавок для каждого конкретного специалиста, выясняла Анжелика Сычева. Казахстанским медикам сейчас очень непросто. Вдали от родных и близких они сутками напролет находятся рядом с больными, ставя под угрозу свое собственное здоровье. По официальным данным, на передовой борьбе с коронавирусом в Казахстане порядка 53 тысяч медицинских работников. Начиная с марта к их заработной плате государство выплачивает дополнительные надбавки. Сейчас эта сумма составляет около 40 миллиардов тенге. На одного медика от 200 до 850 тысяч, в зависимости от категории риска. Первая группа риска, как я уже говорил, это работники, работающие на инфекционных стационарах, это самые высокие выплаты, составляет 20 минимальных заработных плат, то есть 850 тысяч тенге. Вторая группа риска, это провизорные стационары, феншера скорой помощи, это определено 425 тысяч тенге, 50% от первой группы риски. И третья группа риска составляет 5 минимальных заработных плат, это 212 тысяч тенге. Входит остальный прочий контингент. В нашей области в период с марта по июнь заслуженные надбавки получили порядка 1200 человек на общую сумму 570 миллионов тенге. Среди тех, кому упали дополнительные выплаты, и Даир Тастамбеков. С начала лета парень работает в провизорном стационаре. 3 июня я пришел работать в провизорный госпиталь. Ощущения были двоякими, так как было желание помочь людям, но в тот же момент было очень неудобно и жарко. Мы работаем по 12 часов, выплаты получили. Стоит отметить, что в последнее время число медработников, вовлеченных в борьбу с COVID-19, становится больше. Деньги перечисляют в строгом соответствии со списками, которые предоставляют и передают на дальнейшую проверку главные врачи медицинских учреждений. Они составляют табель учета рабочего времени, приказ и отдают в рабочий орган. Рабочий орган у нас создана комиссия региональная при Акимате, возглавляет ее заместитель Акима области, и рабочим органом является управление здравоохранения. Рабочий орган вместе с филиалом фонда рассматривает эти табели учета рабочего времени на соответствие. Двойной контроль идет управление здравоохранения, филиалом фонда, затем подаются откорректированные списки. Фонде также занимается финансированием инфекционных, провизорных и карантинных стационаров. В области за последние 4 месяца в них инвестировали почти 830 миллионов. Выделенные средства позволили значительно увеличить количество коек в медучреждениях. Хотела бы отметить, что если у нас в марте месяце было развернуто всего 800 коек, то сейчас уже 2345 коек. Рост в 4 раза. Если смотреть отдельно по каждой профиле, то будем говорить о том, что инфекционный коечный фонд разворачивается по потребности, по необходимости в оказании помощи. Если в марте месяце у нас было всего 135 инфекционных коек, то сейчас у нас же 520 инфекционных коек открыто. Это в 4 раза рост. Если в провизорных стационарах у нас было 165 коек, то сейчас у нас 1625. Всего на оказание финансовой поддержки специалисты филиала Фонда социального медицинского страхования подписали договор с 23 медицинскими организациями региона. И вот на этой неделе министр здравоохранения Алексей Цой заявил о перезагрузке Фонда социального медицинского страхования. В эфире телеканала Хабар 24, отвечая на вопросы Рахима Ушагбаева о множестве претензий в отношении фонда, глава Минздрава заявил, что проблема в недостаточной информированности о том, что делает фонд и какие траты производит. 150 миллиардов тенге на лечение и диагностику коронавируса выделяют именно из этого фонда. Эти средства, по словам министра, пойдут на лечение людей в стационарах. Но объяснять все только лишь отсутствием адекватной информации было бы, конечно, нечестно. Учитывая то, какие бюджеты были и есть у фонда на рекламу собственной деятельности. Да и бывший глава фонда, а точнее его супруга, внесли свою лепту в пиар собственной деятельности. Речь о сообщении в Инстаграм о 12-й подаренной машине. В условиях тотальной нехватки средств в системе здравоохранения этот пост вызвал такой общественный резонанс, что президент заявил о том, что нужно поставить туда более делового и менее гламурного человека, чтобы вокруг этого фонда не было разного рода слухов и разного рода сплетен. Вот конец цитаты. Главу фонда, я напомню, тогда сменили, равно как и руководителя СК-формации. Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по фактам хищения средств в фонде путем завышения стоимости закупаемых лекарств. Глава Минздрава сообщил о том, что они уже обнаружили в фонде 1,3 млрд тенге, которые можно сэкономить и перераспределить на другие нужды. А новый директор фонда получил задание провести аналитику, сделать работу фонда прозрачной и создать даже общественный совет. Вообще наладить качественную обратную связь с обществом, сделать свою работу максимально прозрачной – это лучшее, что может сделать власть в сегодняшних условиях. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью. Я вот напомню цитату президента из его твиттера. На этой неделе в прямом эфире в инстаграме с гражданами решил пообщаться за Маким области Ганина Гометов и старался сделать это максимально эмпатично. Например, с сочувствием произнес, что 42 500 тенге – это действительно немного, но это максимум, чем государство может поддержать оставшихся без работы в рамках своих бюджетных возможностей. Сказал, что сам с нетерпением ждет послабление карантина и просил потерпеть еще немного. Благодарил людей за конструктивную критику в социальных сетях и призвал обращаться с конкретными жалобами в комментариях на странице Акимата в инстаграм. Ну а если что-то совсем личное, то разрешил писать в директ. Да и начал эфир он с того, что специально не пошел на телевизионный брифинг, а выбрал инстаграм, чтобы видеть обратную связь. Правда, вопросы, касающиеся здравоохранения, Нагометов сразу отсек, объяснив, что эту сферу курирует другой заместитель Акима – Оскар Сакипкереев. Зато он, как руководитель созданного специально для решения оперативных проблем ситуационного центра, готов собрать все жалобы и предложения. Нагометов объяснил, что ситуационный центр работает по трем направлениям. Первое – это мониторинг наличия препаратов в аптеках и контроль за ценами на них по специальному списку из 41 наименования препаратов. Второе – анализ качества медицинского обслуживания. И третье – контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Кстати, на базе Акимата Петропавловска совместно с поликлиниками города создан колл-центр по обзвону граждан, находящихся на домашнем карантине. На базе городского Акимата, городского Акимата совместно с городскими поликлиниками создали колл-центр по обзону граждан, которые находятся на домашнем карантине с диагнозом коронавирус или пневмония, ОРВИ. Там ряд заболеваний, которые находятся на контроле, то есть они, которые передаются воздушно-капельным путем. В целях контроля их местонахождения наши – это сотрудники, которые работают, сейчас трудоустроены через центр занятости как общественные работники в поликлинике, то есть это сотрудники поликлиник, находятся в центре у нас в городском Акимате. Они производят обзвон и выясняют местонахождение. Вообще, как вы знаете, выходные карантинные меры теперь усиливаются. Определенные ограничения действуют и в будние дни, но в эту субботу и воскресенье, а также в следующие в Петропавловске объявлен жесткий локдаун. Не работает общественный транспорт, еще недели раньше дачные маршруты все-таки ходили, закрытые рынки на открытом воздухе, точки общественного питания тоже цены не работают. Проще перечислить, что все-таки продолжает функционировать – это продовольственные магазины, супермаркеты и аптеки. Ну и отдельно о такси. Они продолжают в эти выходные работать в обычном режиме, но обратите внимание на то, что перевозка пассажиров должна производиться согласно строгим правилам с обязательной дезобработкой после каждого рейса. Деятельность такси также работает в штатном режиме, кроме посадка не более двух человек, кроме водителя. В наличии маски в перчатках. Впрочем, два-три дня жесткого локдауна без соблюдения правил в другие дни, конечно, не дадут желаемого эффекта, так что полицейские, сотрудники санитарной службы неустанно проводят рейды. Поначалу стражи порядка только предупреждали, а сейчас с полным моральным правом составляют протоколы. Как сообщил в четверг в своем прямом эфире Ганин и Гометов, около 50 нарушений выявили только с начала недели по области. Рейды проводятся в общественном транспорте, магазинах и других местах. Массового скопления людей – все как этой весной. Но вот примета летнего карантина – потенциальных нарушителей ловят и на пляжах, легальных и несанкционированных. Подробности в репортажах моих коллег. Общественный транспорт, рынки, магазины. Рейды проводят в местах массового скопления людей. Следят, чтобы и водители, и продавцы были в масках. И надеты они были правильно, а не висели украшением на подбородке. А еще во время рейда следили, чтобы санитайзеры находились на видном месте и не были пустыми. Хочется еще раз напомнить, что за нарушение карантинных мер предусмотрена ответственность, согласно Кодексу Республики Астана об административных правонарушениях, ст. 425, санкция которой предусматривает штраф в размере 30-ти месячных расчетных показателей на физических лиц. За последние 4 дня в Петропавловске выявили 14 нарушений санитарных требований. Но главная цель таких проверок – не наказать, говорят полицейские, а разъяснить людям, насколько важно соблюдать нормы. Антисептик вот висит, его надо будет помочь, чтобы она была вибрая. Не побольше. Как он долевая? Люди спрашивают, значит не видят. Надо ее надеть на месте. Заметив мониторинговую группу в составе полицейских, спасателей и активистов Нур-Атан, отдыхающие кинулись в разброс, на ходу собирая одежду, обувь и другие личные вещи. Однако нашлись и те, кто не побежал со всей толпой. Видите, песочек, все чистенько, дно чистенько, люди купаются, 36 градусов жары. Это вообще на месте не установлено для купания, я вам еще раз повторяю. Вы нарушили? Ну, ни одного шлагбаума нет. Это место не оборудовано для купания, но является излюбленным среди отдыхающих. Здесь всегда много народа. Антон Толвин пришел сюда искупаться вместе со своим 10-летним сыном. Лето, жара, купаться охота, а негде. Пока у нас карантин, все запрещено, вот, как-то пытаемся выбраться сюда. И тут получается, что вот, нельзя. Ребенок плавает у меня отлично, но все равно я рядом на всякий случай. Всех отдыхающих в очередной раз предупредили о том, что купаться в несанкционированных местах нельзя. И вообще, во время ограничительных мер из-за пандемии рекомендовано избегать нахождения в местах массового скопления людей. Данные граждан нанесли специальную базу. Если они повторно нарушат правила, то их привлекут к административной ответственности. Заплатят штраф в размере двух МРП, а это 5,5 тысяч тенге. Проводим рейдовые мероприятия, на которых выявляем нарушителей статьи 4 части 1 Кодекса обеспеченных правонарушений. В связи с основанием данной статьи мы выносим предупреждение и просим покинуть данное место отдыха. С начала купального сезона в регионе зарегистрировано 8 летальных случаев на воде. Один произошел на рыбалке, остальные во время купания. По словам спасателей, все из-за того, что люди не соблюдают элементарные правила безопасности на воде. Очередной рейд еще раз это показал. На сегодняшний день, с начала купального сезона, нами проведено более 900 рейдов. Данные мероприятия также проходят совместно с волонтерскими организациями. В ходе этих мероприятий на сегодняшний день было привлечено к ним более 900 волонтеров. Стоит отметить, что в областном центре имеется два водоема, официально разрешенных для купания. Это озеро Пестрое и городской пляж. Я не считаю страх хорошим мотиватором. На этой неделе Даурен Абаев, ныне первый замруководителя администрации президента, в своем фейсбуке сделал заявление сразу по нескольким вопросам, которые сформулировало общество в эти дни. Я не буду цитировать его целиком. В основном там те тезисы, которые уже не раз формулировались. Но вот по поводу карантинных мер и дисциплины Абаев высказался весьма оригинально. Прежде такой риторики от власти не было. Так вот, я не считаю страх хорошим мотиватором, написал Абаев. Во всяком случае, долго он не работает, потому что это больше вопрос и сознательности, и дисциплины, и ответственности за окружающих. Наверное, отчасти это вопрос образования и культуры. Вопреки распространенному мнению, многие граждане на самом деле выполняют необходимые требования. Многие носят маски, соблюдают дистанцию и нормы гигиены. Если бы этого не было, то масштаб заражения был бы гораздо больше. Просто все это довольно тяжело дается. Но не потому, что у нас полстраны спит и видит, как бы сходить в ресторан, в клуб, попеть в караоке. Нет, нужно как-то жить, ходить в магазин, ходить на работу. Многие заражаются именно так. Я бы не стал вот так массово отказывать казахстанцам в сознательности. Действительно, то, что сейчас происходит, не проблема только Минздрава. Сбой дали почти все рычаги управления, в том числе и идеологические. Выводы из замечания президента мы сделали. Сегодня нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности. Не должно быть так, что госаппарат через хребет заставляет всех любить родину, призывая к единству и сплоченности. Искренний патриотизм наших граждан – это лучшая идеология. И до сих пор в Казахстане есть те, кто верят в чипирование, в распыление инфекции с вертолетов и тому подобную ересь. Этот посыл до сих пор формулируют на своих страницах в социальных сетях некоторые казахстанские серебрити. Так что единственный способ противостоять этому неадекватному потоку информации – создать в несколько раз больше по силе поток правдивой информации из надежных источников, которым люди доверяют. Отличный пример – беседа в прямом эфире в социальных сетях с известным в регионе врачом Дмитрием Тео, организованным областной библиотекой. Ее посмотрела моя коллега Анастасия Остертак. Что собой представляет COVID-19? Как долго вирус выживает на поверхностях различных предметов? При каких симптомах следует обращаться к врачам? На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечал заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии, лучевой диагностики, кардиоблока областной многопрофильной больницы Дмитрий Тео. Что удивительно, с этим вирусом врач сталкивается не первый раз. Впервые я столкнулся с одним из видов коронавируса на своей стажировке в Южной Корее в 2015 году. Он тогда назывался МЕРС-вирус, ближневосточный вирус атипичной пневмонии, респираторный синдром. И я был свидетелем того, как Южная Корея фактически победила этот вирус на моих глазах. Это был немаловажный опыт, я считаю, и этим я тоже готов сегодня поделиться. Дмитрий Валерьевич считает, что помимо слова «пандемия» есть более опасная – инфодемия. Другими словами, фейковая информация о вирусе, которую распространяют в соцсетях. Практика показывает, она пагубно влияет на психическое состояние и здоровье человека, мешает работе экспертов. Для таких случаев есть официальный сайт coronavirus2020.kz, где все правильно и достоверно изложено. Самоизоляция рекомендована была как мера номер один, чтобы вы могли подумать не только о своем здоровье, и о здоровье окружающих, ваших членов семьи, коллег, родственников, соседей и так далее. COVID-19 – это злободневная тема, которая затрагивает абсолютно всех. Болезнь не щадит никого. И как с ней бороться, должен знать каждый. Мы постарались в прямом эфире отразить все простым языком, то есть без научных фактов и научных терминов, чтобы люди понимали, что это такое и как с этим бороться, как самих себя защитить и защитить своих родных и близких. Полностью онлайн-встречу можно посмотреть в социальных сетях на страничке областной универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова. Это Facebook, Instagram, YouTube, ВКонтакте и официальный сайт библиотеки. Это итоговая программа МТРК и к другим темам. Этим летом непривычно рано, в середине июля, в самый разгар каникул, снова актуальна стала школьная тема. На расширенном заседании правительства две недели назад президент Касымжумар Тукаев усомнился в готовности Министерства образования к новому учебному году. Тогда было еще не ясно, как будут учиться школьники. И если вновь дистанционно, как в последней четверти прошлого учебного года, то все ли уроки извлекли чиновники от образования и готовы ли обеспечить детям качественную учебу. И вот спустя неделю министр образования заявил, что дети все-таки останутся по домам, за редким исключением школ в отдаленных селах и малокомплектных. Где количество учащихся в классах составляет от 3 до 20 человек. В одном селе, когда находится школа, дети добираются до школы пешком, учителя также добираются пешком. В принципе, если в селе нет заболевших, то это не представляет угрозой для их учебы. Соответственно, мы можем предложить им обучаться в штатном режиме. Таких школ у нас в области 287, в них обучается более 14 тысяч детей. Позже стало ясно, что и начальное звено будут обучать очно в дежурных классах по желанию родителей. Ребят поделят на подгруппы по 10-15 человек, обеспечат выполнение строгих санитарно-эпидемиологических норм. В общем, дети в школу пойти смогут, но праздничных линеек для первоклассников не будет. На дистанционном обучении, тем не менее, остается большая часть школьников, и все это означает то, что системе образования все-таки придется делать работу над ошибками, то есть обеспечить компьютерами всех нуждающихся детей и учителей, наладить качественный интернет, в том числе и в сельских населенных пунктах, обеспечить надежность собственных сервисов того же Кунделик Кейзет, который не выдерживал большого наплыва посетителей этой весной. Мы один шаг в этом направлении уже сделали, в отставку отправлен министр цифрового развития. Плюс к этому нужно все-таки адаптировать учебные программы под формат дистанционного обучения, потому что, как говорят специалисты, работать в классе очно и работать онлайн, даже без стримингов, это две большие разницы. И нужны совершенно иные методики преподавания. И вот в этой связи приступить к подготовке к новому учебному году уже сейчас, это вовсе не рано, а, пожалуй, уже давно пора. На этой неделе в областном Акимате этому посвятили целое заседание. Смогут ли в регионе обеспечить материальную базу для дистанционного обучения, рассказывает Алена Хан. В этом году в регионе школу окончили почти 3300 выпускников. 2358 или 71% из них сдавали единое национальное тестирование. Не обошлось и без тех, кто хотел схитрить. 9 человек пронесли в аудитории телефоны и шпаргалки. Их результаты аннулировали. Средний балл по североказахстанской области выше республиканского на 5% и составил 69,7%. Набрали 100 баллов и более 189 абитуриентов. Наивысший балл 134 балла набрал учащийся Манав Ербулан Даулетулы из школы-лицея Парасат Козлжарского района. Он же является обладателем аттестата с отличием. Сейчас в областном управлении образования готовится к предстоящему учебному году. В Северном Казахстане около 500 школ, в которых дистанционно будут обучаться 75,5 тысяч детей. За исключением тех, что получают знания в малокомплектных. Там будет возможность посещать уроки в учебном заведении. Таких ребят 14 тысяч. Также учиться можно будет в дежурных классах, но при условии, если родители напишут заявление согласия. Увеличится количество смен, дни обучения будут чередовать. По итогам опроса, пожелавших обучаться в дежурных классах составляет 90%. В данном случае будут обеспечены серьезные меры санитарной безопасности. Во-первых, это четырехступенчатый фильтр дезинфекции, дезинфицирующие корверики, термометрия, масочный режим и санитайзеры. Что касается потребностей в компьютерах, то замены сейчас требуют 4 тысячи. 580 уже есть, еще 900 закупят. В первую очередь ими обеспечат сироты, детей с особыми потребностями. Кроме того, интернет нужно провести не только в школы, но и в дома. Ведь нужна обратная связь. Хуже, чем в других, а на Байртауском, Олихановском и Жамбылском районах. Кроме того, для школ области закупят санитайзеры, тепловизоры и маски. Все закупить за счет экономии средств, которые образовались в районных бюджетах. Количество компьютеров, требующих обновления. Вот чтобы не было, смотри, Акжарский район требуется 190, 0. Предусмотрен закуп за счет экономии. Остановить другие расходы, что вы запланировали, так сделайте, проанализируйте все эти средства. Обучаться дистанционно будут и студенты Кузыбаев-юниверсити. Их в этом году больше 8 тысяч. Магистрам и докторантам обеспечат доступ к лаборатории. Уже сейчас в ВУЗе закупают ноутбуки для преподавателей и формируют расписание. Лекционные занятия будут проходить в режиме онлайн, с возможностью записи и последующего просмотра, в режиме реального времени, то есть это синхронное обучение, на различных платформах и стриминговых площадках. Практически лабораторные занятия синхронно посредством использования образовательных платформ, LMS Moodle, судовый ленинг, карпатийная электронная почта, доступных мессенджеров. По словам главы региона, несмотря на дистанционное обучение, в университете приступили к строительству учебно-лабораторного корпуса и общежитий. Все это необходимо для того, чтобы в дальнейшем молодежь получала образование в комфортных условиях. Нам удалось начать строить запланированный учебно-лабораторный корпус нашего университета. 73 современные лаборатории будут там расположены. Инженерии, цифровых технологий, транспорт, машиностроение, энергетики. Кроме того, сейчас ищем инвестора, чтобы еще дополнительные общежития строить. В этом году обновится автопарк наших школ. 24 новых автомобиля уже получили, еще 19 должны поступить. Также все школы региона, как и детские сады, обеспечат видеонаблюдением. Кроме того, впервые за долгие годы 173 миллиона направили на обновление мебели. Вообще материально-техническое оснащение школ области заметно укрепляется. Кроме видеонаблюдения, в школы закупают новую мебель. И это сделано впервые за долгое время. 110 миллионов тенге направлено на эти цели, обставили 231 школу области. Еще 63 миллиона тенге направили на закупку спортивного инвентаря. В прошлом году ремонт провели в 142 школах области, и это было значительно. Так вот, в этом году приводят в порядок еще 107 организаций образования. Это в основном школы, а еще колледжи и детские сады. И еще впервые за долгое время в регионе сдают новые школы. Еще одна на подходе в микрорайоне Жасуркен. Там были некоторые задержки по срокам. Мы ждали ее осенью прошлого года. Но к этому учебному году строители обещают завершить там все работы, рассказывает Айгири Муканова. Покраска стен, благоустройство территории. Строители доделывают последние штрихи. Площадь школы более 12 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех блоков. В одном учебные кабинеты для начальных классов, в противоположном для старшеклассников предусмотрены лингофонные кабинеты, где ребята смогут изучать языки. При строительстве и ремонте учитывали все детали. Классы оснащены по современным стандартам. Это кабинет подготовительного класса. Он рассчитан на 25 учащихся. Здесь есть LED-доска, специальные парты низкие для младших учащихся. Материалы все качественные. Компьютер не будет стоять. А в центральном блоке расположились столовая, спортзалы, библиотека. Особое внимание в проекте уделили кабинетам технологии. Их четыре. Здесь ребята смогут заниматься гончарными и швейными делами, а также кулинарным мастерством. Технику и мебель закупили. Только одних шкафчиков здесь более тысячи. Не завершены лишь работы по покраске высада здания и укладке асфальта. Для учащихся здесь построили футбольное поле. Есть беговая дорожка, баскетбольные и волейбольные площадки. Две игровых зоны площадью 800 квадратных метров. Строят школу третий год. Сдать ее должны были еще в ноябре 2019-го. Но подрядчик не успел в срок выполнить все работы. Сегодня не на завершающем этапе. Заново цвет стен сделали, покрасили фасад, обновили весь, поягче сделали. Оборудование частично в школе стоит. Это столы, парты, мебель вся, такие как компьютер. Получать знания здесь будут учащиеся школы номер 6. Это почти 600 человек. Вместе с ними в новое учебное заведение перейдут ребята из классов с государственным языком обучения 7-й школы. Это еще порядка 240. А в первый класс сюда поступит 75 детей. Вообще сложно не заметить, какими темпами строится Петропавловск. И такими же темпами должна развиваться и инфраструктура, в частности коммунальные сети. В этом году в Петропавловске завершают большой проект по замене тепловагистрали в юго-западной части города. Именно там сейчас строится и студенческое общежитие, и новый корпус, и много частных домов подготовлены под снос. То есть там будет массовое подключение больших объектов. Так что этот проект за делом на будущее. Его на этой неделе инспектировал Аким области. Как развивается энергетическая сфера Петропавловска, рассказывает Алена Хан. Это место пересечения магистралей номер 7 и 15. Две линии снабжают теплом перинатальный центр, областную больницу, объекты, прилегающие к строящемуся учебно-лабораторному корпусу университета, а также микрорайон Черемушки. Трубы здесь проложили более 40 лет назад, и они порядком износились. Только за прошлый год было 4 аварии. Модернизация на участке неизбежна. Реконструкция этих двух магистралей позволит получить следующие социально-экономические эффекты. Во-первых, гарантированное теплоснабжение в центральной части города. Во-вторых, улучшение качества теплоснабжения. И в-третьих, возможность подключения новых потребителей тепловой энергии в юго-западной части города. Сейчас план по двум магистралям выполнен на 90%. До начала отопительного сезона работы полностью завершат. Здесь проложат качественную трубу, которая будет служить 25 лет. Но чтобы мощностей хватало для бесперебойной работы, ремонт нужен и на Петропавловской ТЭЦ. Его провели на четырех котлах и трех турбинах. Что касается трансформаторов, то их заменят на новые. Минимальная стоимость одного – больше 300 миллионов. В этом году мы поменяли шестой из семи трансформаторов. Это позволило нам не только повысить надежность снабжения города и региона в электроэнергии, но и снизить собственные нужды станции на 2% из потерь трансформатора. Это где-то в месяц, в день мы стали экономить. Где-то около миллиона тенге только на потерях на одном трансформаторе. Монополисты к отопительному сезону готовы. Угля достаточно и в городе, и в районных центрах. Теперь очередь за бюджетными организациями и населением. Вот этот проект мы начали ровно три года тому назад, в 2017 году. И в этом году мы его завершаем. Это очень крупный, большой проект по обеспечению центра города теплом. Невозможно было бы развивать центр без обеспечения соответствующей инфраструктуры. В целом по бюджетным организациям мы сегодня уже на 51% подготовили уголь. Тоже эта работа идет по плану. Не видим каких-либо причин для срыва. Кстати, цены на твердое топливо за последние два года не повысились ни на один тен, отметил глава региона. Ну и еще одна новость от энергетиков пришла на этой неделе. С 1 августа электроэнергия подорожает на 12%. Об этом говорили на публичных слушаниях в ТО «Севказэнергосбуд». Киловатт в час войдется в 15 тенге 89 тен, а без учета НДС. Среднее потребление в месяц составляет порядка 150 киловатт на одного абонента. Мы посчитали, что это добавочно где-то не более 200 тенге будет повышение. Не более 200 тенге на одну питанцию. Это связано с тем, что 29 июня министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ об изменении цены на покупную энергию на станциях. В частности, по нашему региону данная цена изменилась с 6 тенге 70 тен до 8 тенге 38 тен без учета НДС. Ну и немного статистики. Чуть больше 32 тысяч тенге – это величина прожиточного минимума на июнь текущего года. А если сравнивать с декабрем 2019-го, то этот показатель вырос на 17,5%. В этом показателе минимальный набор продуктов и товаров первой необходимости, коммунальные платежи. То есть в июне это все на 17,5% дороже, чем еще полгода назад. На картошку, на наш любимый продукт повышения, на помидоры, на огурцы, но еще это более-менее. А фрукты какие дорогие стали? Абрикосы, персики. В том году благодать было, можно купить варенье, сварить или покушать. А нынче же задумываемся с нашей пенсией купить или посмотреть. Фрукты, овощи, ну все, например, даже те яблоки, они сейчас чуть-чуть дешевле стали, но были очень дорогие. А сейчас ни на что не падает цена, то есть даже сезонные овощи, фрукты, они все дорого сейчас. И мясо подорожало, и фрукты стали дороже намного, и овощи. Летом неожиданно подорожали фрукты на 21,5% и овощи почти на 11%. Дороже стали крупы, их стоимость увеличилась больше, чем на 12%. Ценник на молочку увеличился в среднем на 9%. Главные ингредиенты выпечки, мука и сахарный песок, тоже подорожали на 8,7%. Соответственно, кондитерские изделия стали стоить дороже почти на 4%. Безалкогольные напитки выросли в цене на 4,5%, а те, что с градусом, на 7%. Табачные изделия на 4% подорожали. Подешевели из продуктов только рис на 8,5% и яйца на 4%. Заявляя о продлении карантина еще на две недели, президент Казахстана Касымжумар Тукаев сообщил, что минимальная зарплата будет выплачена за июль всем, кто остался без дохода. И еще в этом месяце, так же, как и во время действия режима ЧАЭС, определены категории граждан, которые получат деньги на покупку продуктов. Кто может рассчитывать на такую помощь от государства, разбирались мои коллеги. Два МРП или 5556 тенге казахстанцы получали в апреле и мае. Эти деньги перечислили вместо продуктово-бытового набора. Так, риски заражения коронавирусом свели к минимуму. Деньги упали на счета миллиона казахстанцев. По такому же принципу они получат два МРП и в июле. Выплаты получат дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей АСП. Дети-инвалиды до 16 лет, за исключением постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях. Инвалиды первые, второй, третий групп всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях. Лица, воспитывающие ребенка-инвалида, безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости. В городе Петропавловске более 14 тысяч получателей. Заявку подавать никуда не надо этим категориям граждан. Данный вид помощи будет перечисляться на те счета, которые они получают в пособии. По области деньги на продуктово-бытовые наборы получат свыше 35 тысяч североказахстанцев. На общую сумму 200 миллионов тенге. Средства поступят всем до конца июля. Подать заявку на социальную выплату может работодатель за своего сотрудника. Индивидуальные предприниматели – специалисты, работающие по договорам гражданско-правового характера и граждане, занимающиеся частной практикой. Главное условие при этом – потеря дохода из-за введения ограничительных мер. Выплата не назначается лицам в случае, если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением ограничительных мероприятий. Лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске или в социальном отпуске. За исключением лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы. Освобожденным от работы в связи с введением простоя плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года. Заявления на назначение единовременной выплаты принимаются до 1 сентября 2020 года. Подать его можно через веб-портал электронного правительства с помощью сайта «Инбек.кз», «Телеграм-бот», «Мобильные приложения» и в проактивном формате. Это для плательщиков ЕСП. Им придет смс-сообщение с вопросом, нуждаются ли они в оплате, на которое нужно ответить. На 42 500 могут рассчитывать и студенты, только если они являются наемными работниками. Прием заявок от работодателей юридических и физических лиц идет с 19 июля и будет продолжаться до 1 сентября 2020 года, как уже было сказано ранее. Поэтому убедительная просьба проявить работодателей социальную ответственность перед своими работниками, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, и подавать заявки для единовременных выплат. Уважаемые североказанцы, если в случае несоблюдения работодателями требований правил по назначению вышеуказанной выплаты, работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда. А вот те, кому заработную плату сократили, или они сейчас находятся на больничном, 42 500 тенге не положены. Временную потерю трудоспособности должно оплатить руководство организации. Если специалиста уволили до введения ограничений, то из фонда социального страхования предусмотрят другую выплату. Максимальный срок назначения которой составляет 6 месяцев. В зависимости от стажа, участия в системе социального страхования и среднемесячного дохода за последние 24 месяца. Размер назначаемых социальных выплат на случай потери работы составляет 40% от заработной платы за последние 24 месяца. В 2020-м в Северном Казахстане вынесли более 34 тысяч решений о выплате единовременного социального пособия. Подошла к концу очередная карантинная неделя. Ее мы увидели такой. Будьте здоровы, берегите себя. А мы продолжаем находить для вас самые интересные, самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе. А 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь на МТРК. Новости будут. И пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин